Всем привет, мои дорогие! Спасибо, что заглянули на нашу обжираловку. Сегодня я с любимым тренером Жали. Налетай! Налетай! Жали с утра ничего не ела, представляете? Ну как так можно? Не успела бы, приехала бы чуть позже. Ничего страшного. Сегодня утром такой парадокс. Жали опаздывает. Жали говорит, слушай, я опоздаю немного. Я такая ей говорю, ну ничего, я все равно выпрямляю волосы. И она мне отправляет фотографию. В эту же секунду она тоже выпрямляет волосы. Пригиньте. Жизнь есть. Не обращайте внимания, я сегодня немножко по-другому выгляжу. Ударила свой нос в дверцу машины. Уй, да. Кстати, реально, он у тебя сегодня стал больше. Он у меня опух. Видите, у меня даже здесь синяки под глазами. Обычно подруги говорят, ты выглядишь шикарно, не беспокойся. Ты такая красотка. Я говорю, ааа, ужас у тебя нос. Мы говорим правду. У тебя обычно просто не такой нос, поэтому немножко странно даже. Как заходит. Не говори. Салфетки забыли. У меня есть салфетки. У меня тоже. Давай я с двумя. Сходя, да? Жаль, я тут все съедаю. Давай быстрее. А, это ты притащила? Я с собой тоже салфетки взяла. Розовые. Вот теперь их дам, чтобы не видно было. Здесь одна салфетка, все. Там еще есть другая. Бои. Подожди, сейчас я сгоню. Айка, я пока поем. Я ешь. Я бегу. Смотри, успеешь. Пока Айки нет. Видишь, какое доверие между нами. Я тебе доверяла, что ты не будешь есть. Я бы, возможно, так сильно бы не бежала. Айка сегодня занималась спортом. Ой, это реально сложно. Здесь вообще, ребят, такая обстановка, атмосфера такая. Прям хочется заниматься. Спорт это наше все. Да. Сказала Айка. И говорит, завтра встать не смогу, жали. Давай что-нибудь попроще. Ты когда осталась у меня с ночевкой, я пять минут тренировки просто повторяла немного. Для выеда. Все тело у меня болело. Как вкусно. Либо мне кажется, либо это очень вкусно. Вся злость на курьера, которая была, прошла. Да. После роллов. Ненавижу, когда курьеры, либо водители такси разговаривают с нами грубо. Я прям не могу это терпеть. Я отвечаю тем же. Я ненавижу это просто. Рассказывай, как ты ударилась-то? Ничего. Открывала дверцу машины и ударила себя по носу. Вот так? Вот сюда прям в горбинку. Вот где у нас находится это место. У тебя опух нос. Он у меня опух, у меня синяки под глазами, я мажу бодягой. И как он называется? Бодяга, да? От синяков? Я думала, это от хрущей. Да. Тогда я что-то другое мажу. В общем, не помогает он мне. Ой, сколько васаби! Вы просто посмотрите на это. Я обожаю васаби. Мне кажется, это уже все твои подписчики знают. Как ты сейчас это засунешь в рот? Сейчас ты увидишь. Смотри внимательно. Внимание! Смертельный номер. Пошло, зашел. Я не люблю острое. Я купила лапшу в тот раз. Как я мечтала об этой лапше, когда ты ела. Да, она очень острая. Мне не понравилась. Обожаю острая. Я даже не доела в мукбанке. Некоторые в комментариях пишут, она не острая. А откуда вы знаете? Может пробовали. Для них не острая. Для меня очень острая. Я прям мечтала об этой лапше. Сейчас Айке говорю, Айк, я мечтаю о спагетти каких-нибудь. Но суши тоже отлично. Очень вкусные. Да. Особенно вот эти с креветкой обалденные. Надо иногда устраивать себе такие обжираловки. Мы уже сняли для вас видео, было не было. Отвечали на вопросы откровенные достаточно. Например, вор мы или нет? Воровали мы когда-нибудь. Посмотрите, какое ведро нашла жалить для меня. Это мой стаканчик. На работу привезла. Я всегда, когда что-то не знаю, какой-то огромный текст. Например, мейл мне приходит на английском. Я сразу кидаю парню. И он такой, ну здесь говорится про вот это, вот это, вот это. А я мужу. Да. В семье один человек, если знает английский, достаточно. Зачем напрягаться всем? Вот именно. Вкусная-ка. Это прям очень вкусно. Здесь такой обалденный вид на море. Я, знаете, каждый вечер думаю, привезу сюда свечки, расставлю. Сама буду сидеть вечером вот так вот. Медитируйте? Расслабляться. Каждый раз я просто вечером убегаю домой, чтобы покушать. Во сколько заканчиваешь ты? Бойфренд. Бойфренд. Где-то в девять. Вечером. Жалейте очень вкусные. Да, с шапочкой. Сегодня увидела Джоли за рулем. Такая красотка на такой тачке. Я сразу подумала, а может, да ну нафиг эту квартиру. Возьму себе какую-то точилу, будем с тобой гонять. Обязательно. Но я как подруга тебе советую сначала квартиру приобрести, потому что квартира это вклад. Машина цена теряется уже через год. Да из салона уже вышла машина. Да уже въехала. Но тебе очень подходит быть за рулем. Аккуратно едешь. У меня мама всегда боится, что я попаду в какую-то аварию. Кстати, Джоли попадала в аварию. На своей, да, тачке-то попадала. Вот тогда надо было брать квартиру. Отец Джоли предложил ей либо квартиру, либо машину. И что выбрала эта мадам? Машину. Потому что мне было всего 18 лет. Я тогда не понимала всех этих чудес. Я выбрала машину. Хотя сейчас жалею. Надо было квартиру брать. Недвижимость только растет в цене. Но ничего. Зато я умею хорошо водить. Потому что я с 18 лет за рулем. Ты купила права? Нет. Ты сама сдала, да? Нет. С какой попытки? Со второй. Со второй? Угу. Я решила сначала квартира. Затем машина. Я думаю, пусть даже квартира будет без ремонта. Лучше пусть будет машина. Угу. Особенно летом. Знаешь, на пляж куда-то. Еще с этими таксистами. Там спорь. Туда-сюда. Машина это очень хорошо. Особенно в нашем городе. Ищешь, ищешь. Не можешь найти. Бывают такие моменты. Прямо как будто легче стало, да? Ммм. Что вспомнила? Мы на последнем мухбанке с Айкой говорили о моем возрасте. Айка сказала в шутку, что мне 37. И все поверили. И все поверили. Ну, там писали, что вы что, шутите? Не может быть ей столько. Конечно, мне приятно, что вы не поверили. Вот. Но мы просто пошутили, понимаете? Мне не 37, мне всего 28. Она мне как старшая сестра. Да. Наставник мой. Я всегда, например, что-то советую. Ижели так сделать здесь. Что сказать. Вот. Поэтому. У тебя все равно опыта побольше моего. У тебя семья, ребенок. Когда я буду беременна, я буду с тобой советоваться. Обязательно. На этом боку лежать или на том. Роллы заправлять соевым соусом. Или в майонез макать. Такие вот советы будут. Это уже я к тебе. Реально, когда ты беременна, ты теряешься. Ты думаешь, что ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. У тебя ничего не получится. И всегда хорошо, когда рядом есть какой-то наставник. Ну, у тебя мама четверых родила, да, получается? Да. Мне и мама помогала. И тетя помогала. Ну, в вопросах. С малышом. Ну, почему-то, когда я общаюсь с Жели, у меня нету такого ощущения, что я именно... Знаешь, есть такое понятие. Я же мать. Вот есть матери, которые только о детях говорят. Только о пеленке, распашонке и так далее. У Жели этого нету абсолютно. Мне кажется, с одной стороны, это хорошо, что ты разносторонний человек. Вот я хочу тоже одного ребеночка. Только одного. И постараться ему дать все. Я надеюсь, что у нас будет девочка. У Жели есть пацан, красавчик Тамерлан. И ты, Жели, скажешь Тамерлану, либо мы женим тебя на ней, либо ты мне не ссоришь. А я своей дочке скажу. Слышь, то какие парни-марни, там Тамерлан. Давай мы их сразу, как родится у тебя девочка, мы сразу их обручим. У меня так было. Я когда маленькая была... Тебя обручили? Да. Да ладно. Я родилась, и у нас была соседка, и у нее с интервалом где-то месяц родился мальчик. Я такая, типа, белая была, с большими глазами. И эта соседка сказала, что... Все, говорит, эта девочка должна выйти замуж за моего сына. Ну, да она в шутку сказала, понятное дело. Но прошли годы. Потом она такая говорит, помните наш уговор? Один твой, другой мой. Иди. А я своему какому-то родственнику говорила все детство, возьми меня замуж, мой папа тебе купит машину. В итоге этот родственник сейчас он... Женат. Он женат, это... Он ростом, наверное, метр пятьдесят. Тут не поймешь, да. Вот. Он очень-очень полный. Я очень хочу девочку, просто. Не знаю. А я всегда мечтала о мальчике. Ты хотела мальчиков? Я мечтала о мальчике просто. Я всегда себя видела мамой сына именно. Может, потому что у меня младшие братья. Я как бы их... После появления Твикса... Я тоже думаю, сын... Как говорит мой парень, один сын у нас есть, теперь пора дочку заводить. Двое детей. Дурачок Твикс. И умничка дочка. Так что, ребят, лет через двадцать пять мы встретимся с Айкой и будем обсуждать свадьбу наших детей. Еще мне родить надо, подожди. Ну ничего, как раз, да, моему будет двадцать пять, твоей там... Сколько? Ты через сколько лет? Пять лет разница в возрасте идеальна. Прикинь, реально это видео видят через двадцать лет наши дети и ржут на дно. Вот дурочки. О чем мечтают? Ну, непонятно, до тех пор будет Ютуб или нет. Но надо сохранить это видео. Семейный архив. Надо, кстати, да. Смотри, что оно нам показывает. У нас челлендж еще будет. Сейчас туда-сюда, и у нас глазки туда. Это следующее видео. В общем, мои хорошие, на этом все. Была обжираловка. К сожалению, обязательно подписывайтесь на нее, потому что мы сегодня снимали видео, тренировочки. Я там вообще в раскорячку просто. Но я постараюсь смонтировать так, чтобы эти моменты не было, где я такая... Ссылочка внизу. Обязательно подписывайтесь. Если вы до сих пор кушаете, то приятного аппетита и вам. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. Бай-бай.